Первый старт, в любом случае, получился бы с Комками, потому что это наш первый, скажем, большой турнир, вот, и, наверное, слава Богу, то, что нам попалась команда Камеруна, на которой мы раскреплялись и проявили себя хорошо, зарядились положительной энергией и хорошо подготовились к Польше. Я считаю, что с Польшей мы хорошо поработали, мы вырвали эту победу, конечно, в случае с интригой во втором тайме, но мы на характере ее вытащили на победу. Мы будем работать над тем, чтобы у нас была постоянная стабильность, и мы постоянно выздавали стабильные таймы и доводили до победы. Отдельно отмечу то, что мы 7 метров тоже разрабатывали, просматривали, кто как бросает, поэтому мы были максимально готовы к броскам штрафной позиции. Каждый раз, когда подходил игрок к штрафной отметке, я всегда примерно знала, куда он бросит, потому что у игроков треслывают ситуации, когда есть любимый угол, и поэтому я просто ждала моменты, когда я могу туда рвануть. И так получалось, что я не то чтобы угадывала, я знала, что он туда бросит, и так получалось, что я отбивала ночи. Мы должны быть хладнокровными. Мы должны вселять уверенность, что что бы ни происходило, мы им поможем, и поэтому мы с Полиной составляем хороший тандем. Мы друг друга поддерживаем, мы успокаиваем друг друга, чтобы никакой паники у нас двоих не было. Ну, Полине знаю достаточно недавно, потому что мы с ней встречались только в рамках сборной России, поэтому, скажем, на последних сборах мы с ней чаще-чаще общаемся, и поэтому хорошо контактируем. У каждого тренера по ватарям свой способ работы, поэтому очень интересно работать с Михаилом Дарчем, и это приносит свои плоды. Он с нами работает на четкость, на реакцию, на какое-то художественное мышление, даже так сказала бы, поэтому нам очень нравится. Лига Европы не сравнивается с Лигой чемпионов, потому что игроки там разные. В Лиге чемпионов собраны все лучше, и чтобы быть лучше, надо играть с лучшими. Я искала клуб, где я могу себя попробовать на уровне лучше. Ростов-Дон согласился взять меня, и я очень этому рада, и рада, что попала в этот учательный клуб. Большая часть уверенности идет именно оттуда, потому что, если бы я до сих пор играла в Ладу, мне кажется, я бы здесь немножко нервничала очень сильно. А так, участвовав в Лиге чемпионов, я более-менее, примерно представляю, какой уровень тут игроков, и я готова к этому уровню. Подготовиться к матчу, мы стараемся хорошо, максимально отдыхать, ну, по крайней мере, я. Никакой суеты не создавать там, не гулять много, чтобы сосредоточиться на матче, подготовиться, посмотреть игры. Каждый раз нам приходится изучать нового соперника, а материалов все больше и больше, игр больше, поэтому анализировать становится достаточно много материала. Больше смотрю сериалы, мне нравится более долгое развертывание сюжета, и поэтому я больше по сериалам. Мне нравятся сериалы на детективную тему, там, криминалистику, вот что-то такое, что надо исследовать, находить, изучать, то есть мне нравятся такие сериалы. Ну, принципиально для сборной России обыграть Сербию и быть первым по итогам предварительного раунда? Конечно, набор очков очень важен, потому что с этими очками мы пойдем уже в основной раунд, и это нам тоже будет хорошим подспорьем. Мечта, конечно же, добиться всех хороших результатов в плане золотые медали. Это, конечно, очень смелое предположение, но я очень надеюсь, что мы будем в медалях, потому что мы достаточно боевая команда, молодая, амбициозная. Мечта, конечно, дойти до Парижа и сыграть там.